Привет, меня зовут Федор и у нас новый формат криптоподкаста, в котором я буду рассказывать и оценивать важные события на рынке криптовалют за последнее время. Говорить мы будем о самых популярных монетах, которые есть на бирже UTUX, самой лучшей бирже в мире. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и торгуйте. Главная новость – это, конечно, резкая коррекция рынка, которая началась 3 сентября. Биткоин уже потерял примерно 16%, снизившись с 12 до 10 тысяч долларов. Локально были проливы ниже, но по состоянию на 7 сентября уровень в 10 тысяч пока отстоять удается. Говорят, свою роль в этом сыграл разворот на фондовом рынке Соединенных Штатов. Все-таки рекордный после мартовского обвала рост не мог продолжаться долго, ведь в мировой экономике пока сильно лучше не стало, да и пандемию тоже не победили. Однако ключевые индексы, такие как S&P 500 и Dow Jones, закрыли август с хорошим ростом, и это уже 5 или 6 месяц подряд. А вот в начале сентября, спустя всего несколько дней, рынок акций начал снижаться. Тот же S&P 500 к 4 сентября потерял 4%, а сильнее всего пострадал технологический сектор, который тащил вообще за собой весь рынок последние полгода. Из гигантов больше всего просел Apple где-то на 8%, а та же Tesla рухнула на 9%, что было вполне ожидаемо. Примечательно, что упали не только акции, но и биржевые товары, среди них золото, главный защитный актив этого года. Почему главное, объясню ниже. Но упало золото не сильно, чему помогли новости о планах властей США продолжить программу количественного смягчения и заявления властей о допущении незначительного роста инфляции доллара. Ладно, мы все-таки говорим про биткоин, при чем здесь золото, спросите вы. А золото при том, что сейчас это главный защитный актив, потому что это по сути единственный актив, играющий против финансовой политики США по ослаблению доллара. А ослабление доллара произошло вследствие того, что ФРС или по-другому Центробанк США весной создал примерно 3 триллиона долларов, чтобы скупать на рынке гособлигации. И ипотечные бумаги, и тем самым поддержать рынок наличными, предотвратив волну банкротств из-за карантина. Пока ни банкротств, ни инфляции нет, но многие ее опасаются. Поэтому золото и росло все это время. Криптовалюты же всегда в моменте резко реагируют на движение фондового рынка, то есть падают больше и отрастают быстрее. Сейчас вот мы видим такое падение. Но хорошо, что зависимость биткоина от акций исторически это все-таки кратковременный промежуток. На мой взгляд, сейчас нужно смотреть на другое. На креляцию биткоина с золотом, потому что миссия биткоина, как ее сформулировал сам создатель Сатоши Накамото, это служить антикризисным активом, защитой против инфляции обычных валют. Собственно быть таким же активом, как и золото. Поэтому биткоины называют цифровое золото. И чем ближе биткоин будет к золоту, тем лучше он будет исполнять заданную ему роль. Если шторм на фондовом рынке продолжится, золото должно стать тихой гаванью, а вероятность того, что биткоин к нему присоединится, повышается. В начале сентября комиссии в сети эфириума достигли рекордного значения. 2 сентября средняя стоимость комиссии уже приблизила к 15 долларов. Хотя затем скорректировалась и продолжает снижаться. Это все равно очень много, потому что для сравнения в начале этого года средние комиссии были меньше 10 центов. Майнеры эфириума, получив рекордную прибыль, наверное, уже обливают себя шампанским. Но для пользователя это, конечно, боль. Дело в том, что любая блокчейн-сеть способна обрабатывать ограниченное число транзакций за единицу времени. Например, у биткоина это около 5 транзакций в секунду, у эфириума 10.15. Так как выросла нагрузка, выросли и комиссии. Почему выросла нагрузка? Во-первых, стейблкоины – это криптовалюта со стабильной ценой, которая привязана к какому-то активу или государственной валюте. Например, к тому же доллар. И самым популярным стейблкоином сегодня остается тезер, привязанный к доллару в соотношении 1 к 1. Этот токен выпускается на разных блокчейнах, но почти 65% всех монет в обороте сегодня работают на сети эфириума. Общее число монет тезер за полгода также выросло, причем выросло очень сильно, почти втрое, до 14 миллиардов токенов. Суточная сумма переводов тезера уже больше, чем у биткоина эфира вместе взятых, поэтому тезер и дает такую невиданно большую нагрузку на блокчейн эфириума. Вторая причина – это сфера DeFi или децентрализованные финансы. Она растет просто бешеными темпами. Достаточно посмотреть на один показатель – сумму всех заблокированных пользователями средств. Заблокированными – это значит, что пользователь отправил свою крипту в смарт-контракт приложения для совершения какого-то действия. Например, внести залог для того, чтобы взять кредит, или открыть вклад, чтобы получать с него доход. Подробно останавливаться на технической стороне не буду. Если что, у меня было про это отдельное интервью, рекомендую его посмотреть. Так вот, сумма всех заблокированных средств DeFi с начала года выросла уже более чем в 14 раз. А подавляющее большинство DeFi-приложений, опять-таки, работают на сети эфириума. На мой взгляд, эта история говорит о том, что блокчейны достигли пределов роста. Масштабируемость – уже давно больная тема для топовых сетей, особенно для эфириума, который создавался как раз-таки как платформа для различных массовых приложений. И сейчас мы наблюдаем эдакий кризис роста. Ну, я не знаю, наверное, как у ребенка. Но кризис – это хорошо, это шаг на пути к улучшению. И эфириум действительно старается стать лучше. Сейчас разработчики тестируют новую версию сети, которая должна на порядок, вообще в десятки раз, как они заявляют, повысить скорость и масштабируемость сети. Я верю, что в целом у них это получится. А с высокими комиссиями как-нибудь справимся. Нельзя все-таки забывать, что блокчейн и капитовалюта – это во многом саморегулируемая система. В США заканчивается суд по иску группы инвесторов к блокчейн-проекту Tezos. Tezos, напомню, это блокчейн-платформа со смарт-контрактами, возможность создания децентрализованных приложений, то есть такой прямой конкурент эфириума. Но Tezos, в частности, отличается тем, что с помощью его токена можно также участвовать в голосованиях по вопросам развития проекта. Но я сейчас вынужден погрузиться в юридический аспект, ведь его часто игнорируют, а на самом деле он может стать настоящим черным лебедем, что мы уже увидели на примере Telegram. Что же, собственно, произошло? В 2017 году Tezos провел очень успешное SEO, в ходе которого собрал 230 миллионов долларов. Большая часть этих денег должна была пойти на разработку, запуск и развитие, собственно, блокчейн-платформы. Однако на деле, как это часто бывает, разработка забуксовала, запланированные сроки запуска сдвигались, и, как потом выяснилось, одной из причин этих задержек был конфликт внутри руководства. Сначала между основателями проекта, супругами Брейтманами, потом между ними и главой фонда, в котором лежали собранные в ходе ICO средства. В итоге, в том же году, группа инвесторов Tezos подала к компании Иск в американский суд, обвинив организаторов ICO в продаже незарегистрированных ценных бумаг или акций под видом токенов. Для тех, кто следил за судом над Telegram, эта формулировка звучит знакомо. И действительно, в США ICO до сих пор находятся в серой зоне и могут трактоваться как продажа ценных бумаг. Суд с Tezos'ом длился три года. За это время конфликт в команде разрешился. Блокчейн запустили, он работает, развивается у него, есть пользователи, фанаты, все как полагают. И вот сейчас, спустя три года, судья наконец разрешил урегулировать спор, а именно выплатить ИСЦАМ 25 миллионов долларов компенсации. Насколько понимаю, именно это и предлагали ответчики, то есть Tezos. Я не юрист, но для меня такое решение выглядит позитивно. Многие топовые блокчейн-проекты проводили ICO, и я бы не хотел, чтобы их закрывали из-за несовершенства законов, как это произошло с Telegram. Такие судебные процессы все равно, что дамоклов меч над стартапом. Так что окончание суда снимет с Tezos юридический риск, вообще закрытия проекта. Надеюсь, что это решение повлияет на процессы и по другим компаниям. Например, сейчас по аналогичному иску судится Ripple. Это были важные новости криптовалют за последнее время. Торгуйте на Ютексе, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, о каких событиях вы хотели бы услышать в следующих выпусках. Пока!